Блокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы, Вайкра. И мы сейчас поговорим о удивительной заповеди. Написано, если человек совершит ошибку, мы должны принести животное, в жертву грехочистительную. Ошибка эта является нарушением, запрещающим какой-то заповеди. И написано, если первосвященник совершит ошибку. То есть любой человек, даже первосвященник, может совершить ошибку. И написано, сделать возло народу. То есть нехотя, но сделает. То первосвященник обязан принести быка, молодого быка в жертву, зарезать его, кровью обмазать углы жертвников всех сожжений, кровь взять, занести ее сам храм, брызать в сторону завесы, отделяющие святилища от святая святых, семь раз, один раз вверх, шесть раз вниз. После этого первосвященник должен подойти и нанести пальцем кровь на углы жертвника для ароматных воскурений. После этого он выливает оставшуюся кровь у основания большого жертвника. Можно говорить, что обмазать углы его тоже кровью. Не написано, что окропит жертвник со всех сторон, как при жертве сожжения. Потом он вынимает из быка все жировые части, обе почки, жир, который на них, жир, который на тазах, который над печенью, и воскуривает это на жертвник. А самого быка выносят за стан к месту выброса пепла, это чистое место, и сжигают вместе со шкурой, с нечистотами, со всем. То есть удивительная заповедь. Обычно жертву грехочистительную койны едят. Шкура сдается койну, которая ее приносит эту жертву. Койны обязаны есть, даже если это не впустная жертва, допустим, мясо козла. А здесь нет, сжечь все. Мало того, что сжечь, так еще и вообще не на территории храма. Значит, таких жертв у нас две. Если Сангендрин с большой суд совершит ошибку, вынес какое-то постановление ошибочное. И он тоже должен приносить таким же методом быка. Также заносится кровь в святилище, также обмазываются углы жертвника для ароматных воскурений, после того, как обрызгали на сторону завесы, обмазываются углы жертвника для всесожжений, кровь выливается основания жертвника большого во дворе, и так дальше. Все, даже бык сжигается не станет. Мало того, эта заповедь имеет очень много законов, разбирают наши мудрецы. если сам Сангидрин ошибся, в каком случае должен только Сангидрин прийти заповедь, в каком случае должен человек, который по их постановлению ошибочному что-то сделал не так, должен ли сам человек совершить жертвоприношение, в каком случае и Сангидрин, и этот человек, который нарушил, должен принести эту жертву. Даже есть варианты, при котором в каждой из 12 колен которая использовалась решением Сангидрина ошибочным, тоже приносит отдельные жертвы. Это не тема этого маленького урока, но все эти законы изложены нашими мудрецами, кто хочет, пожалуйста, пишите, будем заниматься и разбирать. Есть книги у нас, Сефер Хахинук, допустим, есть и другие книги, в этом говорят. Урок был дан для того, чтобы война быстрее закончилась. Чем мы лучше учим Тору, тем быстрее она закончится. Это задача еврейского народа. Роб Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита, Ицхак Шимон Бен Бейла Мотел, Фира Бат Анна, Гитл Бат Мирьям. За хороший дух Арон Арье Бендвойра, Денис Бен Нахум. Всем все самого хорошего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Все у вас было хорошо.